МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это снова программа «Щекотливый вопрос». Меня все еще зовут Катя Сергеева, и у нас в студии по-прежнему наш любимый профессор-сексолог Лев Щеглов, с которым мы рассмотрим очередной очень щекотливый вопрос. Здравствуйте! Моя профессия связана исключительно со щекотливыми вопросами. Но один из них сегодня будет разобран и получит свой ответ. За этой дверью кабинет профессора-сексолога доктора Щеглова. К нему приходят пациенты. Это разные люди. Люди разного возраста, разного социального положения, но у всех у них есть свои сложности, свои проблемы и свои истории. Доктор разрешил нам подсмотреть, как это происходит. Давайте заглянем и узнаем, кто пришел к доктору сегодня. Александр, слушаю вас. Доктор, у меня возникла такая проблема, что я год назад женился на девушке, с которой мы познакомились еще с института. Так. Вам сейчас сколько лет? 25 лет мне. Ей так же? Да, на годке получается. Год назад мы женились. Я очень девушку эту люблю, и она меня любит. Так. Ну, в последнее время не могу с ней находиться. Из-за чего? Дело в том, что это очень хорошая девушка. Познакомились еще, значит, я уже говорил, что в институте. Угу. Она девушка приезжая, очень хорошая. Внимательная, неиспорченная совсем девушка была. Угу. А что значит неиспорченная? Ну, вот знаете, бывают девушки, что они гуляют там с пальнями. То есть она была... Скромная? Скромная, домоседка была тихая. Приезжая откуда? Она с поселка. Угу. Так, так. И вы познакомились? Этим она меня, собственно, и купила. Угу. Этим, в смысле, своими качествами? Да, своими качествами. Скромностью. Скромностью, заботой, вниманием. Угу. С самого начала у нас как-то вот в сексе были проблемы. Какие? Ну, она такая же, как и в жизни была, так же и скромна в сексе. Она все время... Угу. Она все время... У нас все время секс проходил в темноте. Все время какая-то скромность, скованность присутствовала. Так. Так. Поначалу я на это внимания не обращал, думаю. Ну, это поначалу. Угу. Ну, уже прошел год, и ничего так и не изменилось. Угу. Вот. А как вы считаете, у нее какой-то опыт сексуальный был для вас? На эту тему я с ней разговаривал. У меня был один мальчик в деревне. Вот. Насколько я знаю, больше никого не было. Угу. А у вас как складывалась жизнь до брака? Ну, до брака я в свое время очень хорошо погулял и знаю, что могут женщины. Так. Что испытывать. Понятно. То есть это как бы категорически не сходится с тем, что было у вас раньше, да? Да. Угу. А скажите, пожалуйста, это основное то, что вас тревожит? Или еще какие-то есть вещи, которые не дают вам вот совместно... Меня она абсолютно устраивает во всем. Проблема только в сексе. И я чувствую, что меня уже... Я уже даже не хочу просто ее. Угу. У меня происходит отторжение. Ах. Ах. Скажите, пожалуйста, а ну она замкнута немножко, скована немножко и требует, чтобы секс происходил в темноте. Это все или еще есть что-то? Нет. Дело в том, что, понимаете, когда я какие-то попытки делаю, чтобы заняться сексом, она все время как-то отталкивает, пытается избежать какой-то степени этого. Это реально уклоняется? Ей не нужен секс? Или это как бы такое вот... Нет. Понимаете, в чем дело? Она вот уклоняется, но в то же время говорит, что ее все устраивает, ей очень хорошо со мной. То есть это что-то вроде бы как тактика такая, да? Я поначалу думал, что это тактика какая-то, но и каждый год я уже просто не знаю, что думать, поэтому, собственно, и пришел к вам. Что она вам рассказывала о своем детстве и каков был первый какой-то ее молодой человек где-то там в селе или в деревне? Что это за отношения были? Случайность, то, что казалось любовью, не дай бог принуждения, там перепили как-то, перепили вдруг алкоголь. Что это за связь была у нее с тем юношей? Ну, насколько я знаю, у нее была первая любовь. Любовь. То есть она такой, если можно сказать, человек определенных принципов в этой сфере, да? Да, и она получается консервативная вот в плане секса. Ну, человек имеет право быть консервативным, как вы считаете? Конечно. А теперь немножко о себе расскажите. Детство, юность, сексуальный опыт. Кто были эти девушки? В плане сексуального опыта я довольно-таки испорченный, молодой человек, в принципе, как и все. А что это испорчено? Очень часто менял подругу. Не мог дружить с ними больше, скажем, три месяца, и мне уже девушка надоедала, что совсем наблюдается другое с Настей. То есть как человек, она мне очень близка. Если как бы к легким отношениям, так как бы пока любопытно, хорошо, нет, сменил. Да, простая увлеченность была. Настя у меня первая любовь. Как вам кажется, она в сексе имеет разрядку или нет? Вот высшую точку. Она удовлетворена в сексе или просто она вас любит и делает то, что вам приятно? Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. А по предыдущим женщинам вы знали? Ну да, женщины в то же время имеют, очень хорошо имитируют. А, поэтому тоже кто его знает, да? Ну так вам было бы легче, если бы она ярко имитировала? Нет, ни в коем случае. Скажите еще, вот вы с Настей как выражаете свои чувства? Вы можете словесно друг другу говорить, что я тебя так люблю, вот это твоя замечательная вещь, это качество меня радует, ты нежный, ты красотка просто в этом наряде. Как бы вот словесно выливаются чувства или не очень? С моей стороны очень редко. В этом плане она, конечно, больше тратит слов, слова любви. То есть, если брать словесную сторону, то наоборот она как бы более продвинута, да? Так можно понять? Скажите, пожалуйста, а что значит вы говорите, что этот вот секс мне так уже надоел, что я уже и не хочу, и не могу? Это говорит о том, что вы уредили сексуальные отношения с ней? Или это как бы только в голове? Не хочу, не могу, не нужен мне такой секс? Просто хочется разнообразия с человеком. Понимаю. Но вот все-таки вы в браке год, вы сказали? Вот за этот год произошла какая-то динамика, а сексуальные встречи такие же. Они стали чаще, они стали реже. Что-то происходит вот? Они как изначально были, я ожидал, что это, я уже, по-моему, говорил об этом. Что я надеялся, что эта девушка неопытная, все пройдет, придет. Просто придет со временем, да? Да. Ну, уже год прошел, уже должны были привыкнуть друг к другу и не стесняться уже. То есть все осталось на том же уровне. И в итоге у вас секс стал реже или так же, или наоборот даже чаще? Нет, он стал реже. Реже. Гораздо реже. И у самого у меня уже желание заниматься этим отпадает. А чаще всего инициатором сексуального контакта вы, да? Практически всегда, да. Скажите, пожалуйста, а вот Настя знает, что вы пошли советоваться на консультацию? Нет, я от нее это скажу. А будете ей рассказывать? Сейчас я думаю, что нет. А предположительно, если надо будет и с ней побеседовать отдельно или нам втроем, то возможно ей сообщить, что у нас что-то не то? Давай с помощью специалиста как-то разберемся. Мне не хочется огорчать ее. Но если это будет необходимо, это возможно или это исключено категорически? Я думаю, возможно. Теоретически возможно, но не хочется. Лучше как-то что-то в тайне, да? Да, как-то хочется решить эту проблему. Понятно. То, что ее решить. Да, то, что ее решить хочется понятно. То, что эта проблема тоже понятно. То, что она решаема при доброй воле двух сторон, это стопроцентно. После того, как мы ее обсудим, я думаю, мы обязательно еще с вами встретимся. Ну, вот, Катя, история Александра и Насти. Что это такое, на ваш взгляд? Ведь, можно так сказать, ну, ерунда какая-то, какая-то мелочь. Неужели ради этого надо идти на консультацию к специалисту? Ну, как-то само, ну, господи, о чем речь? Вот что это? Ерунда? Не ерунда? Да, взгляд ваш. Да нет, ну, по-моему, не ерунда. Если человек это действительно как-то гнетет, а его это явно гнетет, то, конечно, ему надо поговорить. Но меня немножко удивляет, что он пришел разговаривать об этом сначала с вами, а с женой разговаривать об этом не хочет. Почему-то ему не донести свою проблему. Да, самого близкого человека. Как ни странно, очень у многих есть такой эффект. И он даже как бы вполне логичен. Вы же знаете, есть эффект попутчика. В поезде едут люди, и незнакомому выливается все лучше, чем суперблизкому. На мой вкус, это какой-то бред, потому что близость, да, поскольку мы еще и секс называем словом близость, да, то есть максимальная близость двух самых близких людей, мужа и жены. Два человека, которые там выбрали друг друга и там собираются жить и так далее. не могут поговорить о том, что кого-то что-то не устраивает. Очень часто, поверьте, очень часто. Но очень плохо. Блоки стоят. Как ни странно, проще обидеть, проще сжать зубы и терпеть, чем вот некоторым открыться. Какой смысл терпеть, самому себя мучить столько времени? Все делается разумом. Да не все эмоционально. Он испытывает затруднения. Но что за проблема вообще, на ваш взгляд? Просто вот не поговорили. Ну хорошо, а почему она сама со своим мужем ведет себя так скованно? Почему? Я думаю, что у нее, может быть, нет такой сексуальной какой-то раскрепощенности и образованности. Она приехала откуда-то там, из ниоткуда. Может быть, у нее не было этой информации, да, в отличие от людей, которые там живут в Петербурге, Москве, там так далее. Да, это здесь мы привыкли, что у нас здесь стриптиз-бары на каждом углу, там порнография и так далее. Там, может быть, ей с детства внушили, что это вообще такая тема запретная. Может, ей никто не разговаривал об этом. И у нее некому, наверное, ну, я так понимаю, что нет информации. И ей кажется, что это вот такая история, темный лес, что-то туда лазать. И она себя ведет, соответственно, своим представлением. Да, да. Да, она не видит в этом проблему. И я думаю, что более того, ей сейчас совсем дискомфортно, потому что... Она чувствует напряжение мужа? Ну, конечно, чувствует. Человек, который... Не связывает с чем? Ну, связывает с тем, что она плохая, скорее всего, что она какая-то не такая же. А как бы детали не может понять, потому что нет разговора. Она знает. Ну, и что им делать? Ну, я не знаю. В жизни у женщины, да, у любой счастливой, случается какой-то такой мужчина-учитель. Да, есть мужчина-учитель по жизни, который там как-то ориентирует. Есть мужчина-учитель в сексе, который показывает, подсказывает, потому что как бы мы ни были там замечательно образованы, без практики все равно далеко не уедешь. Если это мужчина-муж, это совсем хорошо. И если здесь муж сможет себя переориентировать, и похоже, что он, в принципе, готов, да, исходя из того, что она ему понравилась, именно этим, тем, что она такая вот тихая. Если он возьмет на себя роль вот такого вот там сексуального гуру, сможет до нее донести, что не все так плохо, сможет как-то ей объяснить, ее аккуратно подключить, я думаю, что она с удовольствием на это откликнется, потому что такие, в принципе, истории, они существуют. Есть такая логика. А как, на ваш взгляд, довольно странно, он пришел в тайне и не очень хочет, чтобы она вообще знала, что он пошел советоваться? Казалось бы, почему? Ну, мне кажется, что он себя чувствует как-то тоже в этом виноватом. Виноватым, что он не может ее подключить, ну, видимо, там не знает, как это сделать, втянуть там в это дело. И ему, видимо, как-то не очень удобно из-за этого. Он себя чувствует тоже таким неполноценным мужем, потому что как-то у него не ладится. То есть у него не только обвинительный уклон, а он как бы немножко склонен на себя за что-то казнить. Да, ну, похоже, что он как-то так вот чувствует... Я думаю, что если бы он только на нее там как-то валил-то все, то он бы, наверное, пришел там уже с другой проблемой, что моя жена там никакая, лежит как бревно, мне с ней скучно, там все. Нет, он же говорит, что она ему интересна, что она ему интересна как человек, что у него там были какие-то мимолетные девочки, а тут у него прям все надолго. Скажите, а можно предположить еще и следующее? Вот мы предполагаем, и в этом есть логика, что Анастасия действительно из какого-то маленького села, где субкультура эротическая, естественно, совсем другая, и вот она ведет себя сообразно своим представлениям о должном. Теперь он себя характеризует как? Что как бы, ух, он погулял, и море партнеров сменилось, всякое такое. Хорошо. Нет ли в этом тоже некоторого такого? Ну, преувеличения? Не только преувеличения, а такого опасного поворота, что ему будет требоваться все время какие-то новшества. Он и любит, собирается жить. Значит, сначала мостик, потом двойное сальто, потом прыгание со шкафа друг на друга, и кончится арсенал. Вот нет ощущения, что у некоторых как бы погоня за разнообразием приобретают уже какие-то такие малоадекватные формы. Потому что, ну что дальше? Ну, есть такое. Привезти домой крокодила, потом устроить секс в самолете. Знаете, сейчас в всяких дурацких журнальчиках все пишут экстремальный секс, нужно обязательно, где-нибудь под водой, и так далее. Парный парашют на природе. Но сюжеты-то кончаются. В зоопарк не каждого пустят. И вот как с этим? Мне кажется, что такие случаи места-то имеют, но, по-моему, это не тот немножко вариант. Потому что, если честно, то у меня есть ощущение, что, во-первых, он немножко преувеличивает, как многие мальчики делают. Свою суперподковку. Да, поэтому это такие, по-моему, знаете, солдатские рассказы. Но... Ну, не обязательно у него. А тенденция наблюдается сегодня у молодежи? Погоня за экстримом, за суперразнообразием. А вот, понимаете, день сменяет ночь, ночь сменяет день, земля вращается вокруг солнца. Есть какие-то вещи, которые вот происходят почти одинаково. Я думаю, что это то, что мы с вами очень любим. Это наша любимая пропагандистская вот эта вот история. Потому что сейчас действительно идет такая пропаганда, что все должно быть разнообразно, что надо все узнать, что человек, у которого небольшое количество партнеров, ну, что он вообще в этой жизни видел? Если он в самолете этого не делал, то с ним поговорить-то не о чем. Да, да, да. Отсталый человек совершенно. Но у нас немножечко упускается вот эта вот эмоциональная составляющая во всем этом. Да. Вот давайте вернемся к паре. Вот очень интересно, что они как бы принесли иллюстрацию того, что у нас в сексологии называется диапазон приемлемости. Это очень простое понятие. Дело в том, что сексологи, пограничные специалисты ломают копья, размышляют, где грань между нормой и патологией. Во многом сексуальном. И грань эта еще очень остро так уж не проведена. Каждый человек, даже не задумываясь на эту тему, для себя имеет некий диапазон, как бы. Ну, скажем, вот я... Мне это не очень интересно, даже, предположим, книг особых я не читал, но в моей сексуальной жизни, вот так я считаю, что вот эти действия, вот эти хорошие, симпатичные, привлекательные, мне нравятся. Вот такие-то действия, такие-то позиции вычурные, они, конечно же, не болезненные, но как-то на грани. И, в общем, я бы без них обошелся, да, легко обошелся. А вот такие-то действия, такое и такое, вы меня извините, я для себя считаю, что это что-то немножко ненормальное. И это возникает не под действием каких-то размышлений, а вот первый опыт, разговоры подружек, шу-шу-шу, папа с мамой. И вот так у человека создается некий диапазон, как у приемника, в котором он может работать. А за пределами ему сначала неуютно, а потом просто нехорошо. Вот диапазон, условно говоря, Анастасии, предположим, он вот такой. А диапазон Александра, он вот такой. И очень любопытно, на это обращал внимание один из самых первых наших специалистов еще в 60-70-х годах, такой Николай Владимирович Иванов, великолепный психиатр, что самое главное, не расширять диапазон и не сужать, а самое главное для гармонии, когда они совпадают. Потому что, ведь получается такая история, ну, например, я читал протокол начала 50-х годов, судебное заседание, жена подала в суд, что муж, подчеркиваю, жена на мужа, принуждал ее к орально-генитальному контакту. И была попытка судебного разбирательства. На сегодняшний день это какое-то безумие, да? Конечно, вот эти диапазоны зависят от времени, от эпохи, от культуры. Но не обязательно вот такая история, что, скажем, мне партнер что-то предлагает в сексе, что я считаю, пускай я дремучий человек, пускай я неправильный, но я считаю, что это невозможно. Для меня это противно. Это крайний случай. А ведь очень часто, и, кстати, вот сейчас мы подберемся к проблеме женского оргазма, которую мы часто обсуждаем, очень часто мужчина имеет более широкий диапазон, потому что он все-таки имеет чаще больший опыт, мужчине больше позволено и всякое такое. Он больше мечтает. Да, и вот он во время секса предлагает некие действия, в скобках, позиции, техники, которые для женщины, в общем-то, не очень желательны. Но она боится показаться провинциалкой. Вот Настя не боится, и она их принимает, эти действия. Но так как она напряжена, разрядиться она не может. Есть целый ряд женщин, которые не получают оргазма, потому что во время секса ради партнера они делают что-то такое, что их как бы не сильно радует. Это тоже такая форма принуждения получается. Но добровольного. Я это принимаю, потому что я тебя люблю, но сама-то я где-то там в голове считаю, что это какое-то, ну, без этого и лучше было. Это частая такая история, когда девочка понимает, что ей это вообще не надо. Просто вот ему уперлось, вот ему, ну, ладно, давай. Но к нашей паре есть очень интересный, потому что, конечно, мы с ними будем работать, и, в общем-то, эти вещи как раз очень приятны тем, что они решаются. Решаются. Нужна только добрая воля, любовь, которая вроде бы у них есть, и все. Но есть очень интересный принцип. Вот я хотел бы, чтобы это услышали. Принцип таков. Значит, вообще-то, скажем, мы стоим скорее на стороне человека с широким диапазоном. Ну, потому что, да, в сексе среди любимых людей позволено все, кроме запредельных вещей, и мы как-нибудь будем еще об этом говорить. Поэтому чем человек как бы изобретательнее и шире, тем, в общем, он более продвинут в сексе, безусловно. Но в то же время, когда мы начинаем работать с такой парой, мы стоим на страже интересов того человека, у которого диапазон уже. То есть, когда мы начнем их приспосабливать друг к другу, мы стоим на стороне Насти. Потому что мы будем чуть-чуть расширять ее диапазон. А это болезненно. Вот взять так просто, многие думают, взять и все объяснить, что все это нормально и прочее. Это не так просто, потому что у нее это годами сложилось. В ее селе, в ее поселке, предположим, такая-то позиция кажется унижающей, неприятной, звериной. Иди-ка просто ей скажи, это нормально, до свидания. Нет, это ерунда. Это нужно очень постепенно расширять. Поэтому Александру придется на какое-то время смириться. И вы правильно сказали, он должен быть проводником, настоящим учителем. Но учителем он сможет быть только если он тоже в чем-то переделывается. Заметьте, очень важная деталь. Я такой продвинутый, такой техничный, а вот в словах то, что ей надо, как бы зажато, стесняюсь. Она такая зажатая, такая провинциальная, а в словах она гораздо более открыта. Значит, ее диапазон медленно и постепенно расширять технологически. А его пододвигать в сторону эмоционально-речевую, которая еще и поднимет ее возбуждение и создаст определенную атмосферу. Но вот такие вещи, они очень часто бывают, когда все замечательно. Но только вот такие вещи при накладывании, как диапазон, они не совмещаются. И просто взять и сказать, а давай-ка я расширю, а ты суюсь. Или наоборот, это работа психотерапевтическая. А если человек не обращается к специалисту? Да, ну вот пара там по каким причинам не может. Так и живут. Часть мужчин из-за этого начинает ухлестывать куда-то на сторону. Очень многие мужчины, скажем, потому что мы в институте проводили исследование, как-нибудь мы отдельно поговорим, но сейчас один из мотивов обращения к проститутке мужчины, один из мотивов, их очень много, он ведет с ней себя так, как никогда не может позволить себе вести себя с женой или там со своей партнершей. Ему проще реализовать это где-то там, чем переделать даже с любимым человеком в ту сторону, которую он хочет. Увы, вот так вот. Поэтому данная пара – это частые случаи. Как раз они хороши тем, что, в отличие от целого ряда других, они очень перспективны. И мне кажется, что эти ребята могут быть вполне счастливы со временем. Это была программа «Щекотливый вопрос». Следующие «Щекотливые вопросы» в следующих передачах. До свидания. Пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok